Я не понимаю, почему задрачивают Романа так за вот этот момент с грузинами, вот, ну, реально Во-первых, меня впечатляет, люди как будто реально думали, что все участники Melon Music Это исключительно люди с огромными стволами, которые реально там просто убивают опов Направо и налево ходят там с трехстами граммами в штанах, ну, типа, чуваки двигаются Но все равно я не понимаю, в чем проблема и как на самом деле от этого становится музыка хуже Ну, человек сказал хуйню, да, строчку абсолютно не нужную, как мне показалось с самого начала Его там притянули за это, да, объяснили, что так, наверное, делать нельзя, а он изменился В чем проблема-то? Я просто не понимаю, почему это кого-то сильно подъебывает Если ты кого-то обидел и при этом хотел кого-то обидеть То есть, если бы вот Рома 163 говорил, бля, ненавижу грузинов, грузины вообще худшая нация на свете Буду всегда всю жизнь их оскорблять И это было бы продолжением его позиции, да, что он сказал, вот, зачитал про грузинку строчку И было бы его желание оскорбить, да, там, целую нацию и их женщин То это было бы... Не, естественно, я так не считаю Естественно, я так не считаю по поводу грузинов вообще, по поводу никого так не считаю Просто рассматриваем гипотетическую ситуацию Это было бы понятно, но если человек просто сказал хуйню, которая кого-то обидела И он такой, блядь, извиняюсь, не хотел никого обидеть И что? Ну, типа... Опять же, вот, окей, фраза, говорю, что хочу, я свободный человек Чуваки, фишка в том, что базовое определение свободы в том, что свобода одного Заканчивается там, где начинается свобода другого Если не хочешь никого обидеть, ну, не обижай Если обидел, извини, в чем проблема? Реально, как будто... Вот есть какая-то эта всратая черта российского... Не только российского, а вообще вот этой, блядь, мускулинной идеи Мускулинного менталитета, что извиниться это стыдно Типа, если ты извинился, ты лох, надо до конца Надо до конца топить за то, во что ты веришь А если ты просто обидел кого-то... Вчера это, блядь... Блядь, что так громко-то, блядь... Чисто на подогрев кресла Спасибо, базип за 9.9, старичок Ну, блядь, я думаю, что эти строчки не связаны между собой Но в любом случае, я считаю, что это полная хуйня Потому что если ты кого-то обидел, и для тебя это не принципиальная позиция А хули бы не извиниться, ну, то есть, реально И зачем задрачивать человека за то, что он извинился? Потому что, блядь, ну, не хочется переходить, вот, знаете, на эти разговоры Там в духе, а вы, блядь, а чё вы? Ну, вот я знаю, 90%, представляю себе, примерно, людей Которые пишут комментарии, да Под этими видосами в интернете Ну, можно для развлечения, там, зайти на Fast Food Music Потыкать их, там, профили, но это в целом похуй 90% этих людей точно так же, если бы к ним подъехали, блядь, за слова спрашивать, да Какие-нибудь там серьезные дяди Точно так же высадились бы на очко И извинились бы И в этом нет ничего плохого Вот если ты специально хотел кого-то задрачить, да Такой говорил, я, вот, это моя принципиальная позиция А потом на тебя надавили, и ты такой, ну, не такая уж, она и принципиальная Это, конечно, вызывает больше вопросов А, как бы, я говорю, если ты не хотел никого обидеть И извинился, в чём проблема? Ты же не хотел, блядь, никого обидеть Поэтому и извинения эти для тебя, ну, они тебе идут только в плюс Это значит, что ты, блядь, адекват И, как бы, можешь понять, что твои... Вообще, надо было изначально подумать, конечно, о том, что твои слова и действия там могут кого-то задеть И надо нести за это ответственность, что есть люди, там, нации, которые более придирчиво и щепетильно относятся к словам Что, опять же, проистекает из их, там, образа жизни, традиции, исторического контекста и так далее Короче, по-моему, хуйня, да ёб, если честно Ну, давайте послушаем А, не знаю, мне нравится Нет, ну, в смысле, трек-выключатель же классический мем из ТикТока, смешной Вот это реально угар, блядь Ромчик, ты казался нормальным пацаном и вполне себе отличным музыкантом Но дело в том, что ты позиционируешь себя каким-то суперкрутым джи Да схуяли, схуяли Топишь за свободу слова в треках и вообще по жизни Но по итогу к тебе подъехали более-менее взрослые мужики Ты вмиг дал заднюю, ничего им противопоставить не смог А что, блядь, человек должен был, нахуй, достать пушку и такой Всё, суки, сейчас кладу вас всех лицом в пол, нахуй Причём как факт того, что человек отличный музыкант Может обесцениться после того, как к человеку подъехали И он не смог противопоставить Музыка-то как, блядь, от этого изменилась Сука Ну вот люди, блядь, это чистое вот это шакальное просто ебаное людоедство Когда людям просто хочется подоёбываться Они видят, что кто-то слабый, блядь Что кто-то, ну не то, что даже слабый в целом Но что кто-то, вот получилась ситуация, в которой человеку пришлось Это даже, блядь, не слабость в целом Это слабость именно в глазах каких-то вот людей, блядь Ебать каких мужиков в интернете Хотя что-то на улице, нахуй, никого из этих мужиков не видно, блядь Потому что когда кто-нибудь, сука, едет в автобусе, нахуй Рамсит на бабушку кондукторшу Все, сука, сидят Засунув языки в жопы Или ещё кто-то Или чел стоит в метро, блядь, на кольцевой в Москве И сыт прям в вагоне И все стоят такие Пу-пу-пу Ту-ту-ту Хуй знает Мне, походу, выходить скоро Нахуй это говно, блядь И вот человек, типа, показал слабину И всем сразу же хочется, блядь, его зажрать А знаете, нахуй, почему всем хочется его зажрать? Потому что так люди не чувствуют, что они сами, блядь, точно так же ежедневно дают слабину Потому что когда всё внимание обращено на одного В него проще всего кинуть камень И не таким образом противопоставить Себя в рамках толпы Вот одному человеку Типа, он слабый Он поступил, да, там Не по-мужски, не по-пацански Он извинился А мы, все остальные, кто его хуесосим Мы против него Значит, мы сильны Но это нихуя так не работает Если ты не можешь, блядь, поставить себя на место человека Если ты не можешь дать человеку право на ошибку Если ты, блядь, не можешь понять Что нахуй извиниться Если для тебя это не принципиальный момент А ты просто сказал хуйню Это вообще пиздец не зазорно А наоборот, пиздец как правильно И пиздец как хорошо подводит к тому Чтобы потом Более, блядь, щепетильно относиться к своим словам Если, сука, ты не можешь этого понять То ты сам, блядь, слабый лошпет Их, пошел нахуй Если пиздец подъехали И заставили извиниться за строчки Его бы никто не слушал Блядь, да ладно Постоянно чуваки, нахуй, черные Постоянно рассказывают Как афроамериканцы Там как угодно Похуй Постоянно рассказывают Что я не хотел никого обидеть Вы меня неправильно поняли Когда, блядь, там постоянно бывают Просто такие же Поводы для осуждения Национального характера И так далее Потому что очень мощные диаспоры Очень мощные И поэтому, наоборот Все максимально там с тем же исламом Стараются заигрывать Все время вставляют в треки Там Ассаму алейкум Или альхамду лилла Вот это вот чисто Чтобы просто немножечко привлечь аудиторию Как будто бы там не стоит Вот этот вопрос так же, нет? Короче, смешная хуйня Абсолютно на ровном месте Я не считаю Я говорю, если что Никого не хотел обидеть Но я не считаю Что я что-то не так сказал Давайте, ну, реально Все-таки не будем Пытаться защемиться От каждого Просто От Вот Любой попыточки Лишь бы не сказать Что-то лишнего Я знаю, что я говорю Я абсолютно Как бы могу ответить За свои слова Ничего лишнего говорю Не хочу Никого не хочу обидеть Всех Люблю, уважаю Если кого-то неправильно Пронанснул То Извиняюсь Но Абсолютно Абсолютно Поводов здесь нет Еще прикол Что строчку про грузинку Он вырезал Но про русскую оставил Так а где? Скажите, пожалуйста А где Вот Где русская диаспора? Где люди? Как бы Хотите ли вы Вообще Чтобы Появилась Такая же Вот Русская диаспора Которая будет Ходить И Точно так же Дрочить Да там Людей за слова Точно так же Во-первых Вы можете Сами это сделать Точно так же Если вас Настолько сильно Это задевает Ну придите Скажите об этом Озвучьте Субтитры сделал DimaTorzok